АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, о детских новостях нашей республики вам готовы рассказать Никита и Данила Васильевы. Сегодня в выпуске. Город в городе. В Чебоксарах открылся город профессии. Бурлак-бурлак, как слышно? Юные журналисты Чувашии наладили связь с космонавтами. Чистоли совесть учителей. Ксюша Серова сняла пародию на программу «Ревизора» и смогла пообщаться с Еленой Летучей. Если сбегать уроков, то только всем вместе. В Чебоксарах определили самый лучший класс. Что за ярмарка продажа? Это выставка рабочих инструментов. Вот, смотри. Режиссеру нужен рупор, врачу – шприц, фотографу – фотоаппарат, а парикмахеру – фен. И откуда ты взял все эти предметы? Из Академии современного творчества «Сеспель». Там открылся город профессий. Если вы до сих пор не знаете, кем стать, обязательно загляните в гости. Чебоксарский повар жарит, варит, парит и печет. Вот пирог, вот каша наша, и зато ему почут. В мире существует 40 тысяч профессий, а нам с вами предстоит выбрать одну. Это сложно, поэтому взрослые всеми силами стараются нам помочь. Заглянув в новый город профессий, можно уже сейчас попробовать поработать пожарным, парикмахерам, кондитерам, приготовить аскорбинку или оживить робота. Занятия для ребят проводят работники самых важных предприятий города. И не только взрослые. Мы, юные корреспонденты национального телевидения «Чувашие», тоже можем рассказать о своей работе мальчишкам и девчонкам. Тема первого мастер-класса – интервью. Да не простое, а с почетным гостем города профессий, главой города Чебоксары Леонидом Черкесовым. Понравилось ли вам в городе профессий? Здорово, понравилось. И, наверное, всем детям города это надо показать. Скажите, пожалуйста, а кем вы мечтали стать, когда были маленьким? Ну, в первую очередь, наверное, когда совсем маленьким, хотел стать агрономом. Потом поменялось, потом уже врачом хотел стать. Я попал в больницу, прооперировали меня, доктор, который меня оперировал, понравился. Настоящий такой, старый закалки, доктор был. И вот после этого, ну и мне брат, доктор, и старшие товарищи в медицинский поступали. Поэтому я поступил в медицинский, его закончил и работал врачом долгое время. Город профессий будет работать в Академии современного творчества «Сеспель» до 18 июня. Вас ждут флешмобы, игры, викторины и возможность найти дело всей жизни. Лена Егорова, Андрей Шоклев, Акилбупсер. Напомним, 2016 год в нашей республике объявлен годом человека труда. Мы с вами еще не раз убедимся, что все профессии нужны, все важны, все служат людям. Обратите внимание на эту сковороду. Рабочий инструмент повара. Вот только речь сейчас пойдет о другом. Смотрите, на этой сковороде есть особое антипригарное покрытие, которое называется тефлон. На куню он перебрался. Из космоса? Да-да. Оказывается, тефлон был изобретен как теплоизоляционный материал для космических кораблей. И это далеко не единственная космическая вещь, которая вошла в нашу жизнь. Замки, липучки, лапша быстрого приготовления. Технологии GPS. Перечислять можно долго. Но не будем тянуть время, ведь все уже поняли, что впереди сюжет о радиосвязи с настоящими космонавтами. Эксклюзивный материал. Село Шоршево. Музей космонавтики. Огромная антенна. Множество техники и всеобщее волнение. Совсем скоро должен начаться сеанс радиосвязи с космонавтами. Впервые в Чувашии. Эта идея давно уже будоражила умы наших радиолюбителей. Вот что отрадно, никаких препятствий не было как в центре управления полетами, так и местной. Специальная программа, Арбитрон называется, позволяет нам в режиме реального времени увидеть, где в данный момент пролетает МКС. Вот в данный момент мы видим она на южной стороне Южной Америки. И вот эта вот кривая синусоида, почти синусоида, она показывает, где будет в назначенное время, это 12.50 московское время. Вот примерно мы находимся между, выше Черного моря и выше Каспийского. Вот примерно в этой точке. Международная космическая станция будет пролетать в зоне радиосигнала всего 8 минут на высоте 400 километров от Земли. Скорость 8 километров в секунду. На станции сейчас находятся три российских космонавта. Пообщаться с ними пригласили самых достойных. Привет! Расскажи, почему именно вас пригласили на связь с космонавтами? Потому что у нас существует уже 12 лет отряд космонавтов. Мы добились очень многих успехов. Мы встречаем космонавтов, летчиков-космонавтов вживую. Делаем мастер-классы, и я очень горд, что я сегодня здесь. По плану первой миграции подходят именно юные космонавты, а за ними и мы, журналисты. Главное – наладить контакт. Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей. Здесь Роман Анна 4, Игорь Келена Зинаида. Прием. Роман Анна 4, Игорь Келена Зинаида. Здесь Роман Сергей 0, Иван Сергей Сергей. Здравствуйте. Музей космонавтики села Шоршала Чувашской Республики. Здравствуйте. Музей космонавтики. Здесь Юрий Малинченко на МКС. Для вас на селе. Я Иванов Александр. Какое место на Земле кажется вам самым привлекательным из космоса? Спасибо. Есть на Земле очень много красивых, и самое главное, Земля очень разнообразная, есть разные. И цветовая кома разная, и горы, и реки, и моря, все это очень красиво. Территория Российской Федерации очень огромная, там есть все, что может понравиться. И очень интересно наблюдать за этой территорией. Спасибо. Саша стал героем встречи, потому что кроме него задать опрос никому не удалось. Возникли помехи, и космонавты больше нас не слышали. А потом улетели из зоны сигнала. Я хочу стать космонавтом, потому что хочу быть таким мужественным, как Гагалин, как Николаев, и узнавать новые тайны космоса. Не каждому в нашем возрасте удается услышать космонавта с орбиты. Нам повезло. И в следующий раз я обязательно задам свой вопрос. Иванова Даша, есть ли у вас свободное время и как вы себя развлекаетесь? Спасибо. Выстуку убираем. Столы протираем. Ну вот, теперь нам никакой ревизор не страшен. Ты хотел сказать ревизора Елена Летуча? Нет, я хотел сказать ревизор. Для тех, кто не знает, ревизор – это лицо, осуществляющее проверку какого-либо учреждения. Ревизором может быть кто угодно. Например, у Чебоксарских школ есть свой ревизор – Кселена Летуча. Недавно она смогла пообщаться со своей старшей коллегой. Знакомьтесь, это Кселена Летуча. Она же ученица первой начальной школы Ксюши Серова. Недавно Ксюша решила проверить условия обучения в своей школе и сняла пародию на программу ревизора. Это измеритель совести. Я подоконники проверить. Совесть чиста. Совесть чиста. Везет же детям. Программа «Школа Зора» всем понравилась. И Ксюшу, как победительницу конкурса пародий, пригласили на встречу с известной телеведущей Еленой Летучей. Гроза кафе, ресторанов и гостиниц приехала поделиться с чебоксарцами секретами успеха. Кем хочешь стать в будущем? Все же знают программу «Орел и Решка». Тоже по пятнице. Хотела бы вести эту программу с вами. Я согласна. Ксюша признается, ужасно волновалась, но собралась и тоже задала вопросы любимой ведущей. Если тебя как-то обозвали, там что-то отогнали, вот что бывает часто с журналистом, да, вот по работе, вот как быть сильным духом, вот даже не знаю, как можно дальше продвигаться? Верить в себя, самое главное, и никогда не сдаваться, это мой девиз. Что бы ни происходило, я знаю, что я делаю правильное дело, я знаю, что я делаю правильное дело для людей, поэтому даже когда меня бьют, выгоняют поганой метлой, водой меня обливают. Кстати, помните ресторан «Старый Омск»? Первое ведро воды было грязная вода, которой мыли полы, а его на нас вылили. Что я сделала? Продолжила работу свою, потому что я знаю, для чего я работаю. Второе ведро они уже налили чистенькое. И самое главное, что я искренне со своими зрителями, и мне кажется, это самый главный секрет успеха. Быть честным и искренним человеком. Ксюша давно мечтала познакомиться и пообщаться с Еленой. И вот мечта сбылась, а это значит, что в жизни нет ничего невозможного. Главное сделать первый шаг. Ирина Климина, Леонид Путилов, Акилбупсер. Никита, ты знаешь, какие зубы появляются у человека последними? Конечно, вставные. Ты только так на уроке не скажи «вставные». А что, всем классом посмеемся? Это же хорошо, когда класс дружный. Это очень хорошо. В Чебоксарах даже решили определить самый дружный класс. Борьба за это почетное звание была не шуточная. Если ты заболел, не расстраивайся. Забота и улыбки друзей, одноклассников помогут поправиться быстрее. Это сюжет ролика, который сняли для конкурса «Самый лучший класс. Ученики 61-й школы». Всего в конкурсе участвовало 42 класса. 20 из них вышли в финал и приступили к подготовке итогового творческого выступления. Ребята признаются, учеба в апреле отошла на второй план. Пока мы готовились к выступлению, мы узнали, что в нашем классе есть ребята очень талантливые и веселые. Родители нам очень помогали. Мы узнали, что наша учительница еще более добрая и хорошая. И она тоже очень помогала нам. В жюри конкурса педагоги школ, вузов, актеры. Удивить их каждый класс старался по-своему. Спортивные номера, стихи и песни были в программе каждого класса. Но не все участники могли похвастаться трогательным вальсом с папами. Конкурс «Самый лучший класс» теперь будет проходить в Чебоксарах каждый год. Его финал получился зрелищным, а конкурс сделал классы участников еще дружнее. Уверен, прогуливать уроки эти ребята никогда не станут. Самым дружным классом считается класс, который добрый, активный, который везде участвует и радостный, чтобы никогда в нем не было ссор. Лучшим классом города Чебоксары стал 4-й А-класс, начальной общеобразовательной школы номер один. На своей страничке в социальной сети ребята уже выложили свою победную речевку. Сергеев Данил, Сергей Рябчиков, Акил Бупсер. Ребята, вы бы хотели, чтобы у вас появился факультатив по кулинарии, на котором вы поучились варить суп или печь блины, я бы не отказалась. Оказывается, в некоторых чебоксарских школах такие занятия уже проходят. А в 38-й школе еще и кулинарный поединок провели. За победу сражались две команды. Сначала участникам нужно было приготовить вкусные и красивые булочки, причем трех разных видов – домашнюю, дорожную и московскую. Я помогаю маме делать дом печеньки и готовить булочки. А самым сложным было сформировать правильно тесто для дальнейшего использования. Я сегодня поняла то, что поварам быть сложно. Я буду в дальнейшем уважать тех поваров, которые работают в детских садах и в школах. Они очень стараются и делают вкусную еду. Пока булочки поднимались в печки, кулинары приступили к изготовлению винегрета. Овощи надо было почистить, аккуратно нарезать, готовое блюдо украсить. Что касается моей команды, удивили меня даже от мала до велика. Миша, вот вроде бы там маленький мальчик, да, а он уже умеет чистить картошку и умеет ее резать. Это здорово. И остальные члены коллектива, каждый делал свою работу. И я считаю, что они, наверное, пути в плане того, что из них в будущем каждый будет владеть профессией кулинара. Я считаю, что профессия кулинара, наверное, самая важная в жизни. Потому что человек для того, чтобы что-нибудь сделать в жизни, сначала должен хорошо покушать. Команда Олега Борисовича выиграла поединок. Их соперники перестарались с украшением винегрета. По правилам гигиены питания с тарелок ничего не должно свисать, даже укроп. Оказывается, кулинария – это и наука, и искусство, и настоящее шоу. Лия Макарова, Олег Якимов, Акилбуксер. Ну и в заключении. На Чебоксарской масле-сырбазе запустили новую линию мороженого. Оно называется «Ты и я». Мы обязательно проверим, как его делают. Вкусно ли оно? Не пропустите на следующий эфир. Напоминаю, что любой выпуск программы «Акилбуксер» вы можете посмотреть на сайте ntrk21.ru или в нашей группе ВКонтакте. Ждем от вас комментариев, предложений и лайков. Пусть новости будут только добрыми. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова